неожиданно решили совершить вечерний мацион по нашей аллее потому что прогнозники нас можно сказать обманули погодные и внезапно выскочило солнце правда она выскочила и сразу сейчас заскочит день уже кончается уже почти три часа наверно и она садится но раз уж погода такая хорошая неожиданно надо погулять и вот мы идем по дороге в сторону следующего коттеджного поселка идти немножко трудновато потому что вообще-то ноги вязан снегу хоть здесь и чистили нас на днях была страшная буря очень много снега навалило потом заснять если еще солнце будет как какие огромные сугробы получились у нас на участке и зато засыпал коля все кусты и деревья какие попались пока расчищал нашу парковку наш выезд и теперь они будут хорошо сохранены до весны под слоем снега снег чистый белый пушистый а вчера мы ездили на горнолыжку впервые здесь в тутори парк и она такая конечно маленькая не сравнить с теми горнолыжки вообще другое немного чем мы привыкли если конечно не алтай не шерегеш горочка маленькая у нее подъем всего 8 80 метров коротенькая такая но из-за того что она коротенькая совсем все равно сверху немножко крутовато сделано они еще чтобы увеличить говорят ну коли не крутая не крутоватая вверху верит они там подсыпали как раз еще чтобы повыше было там такой пупырышек но там есть длинная трасса сторону немного чуть-чуть подлиннее вот по которой я вчера и каталась там хорошо новичкам хорошо пенсионерам пенсионерам еще и скидки очень хорошо устроено то что подъемник у него никакой очереди ничего он очень удобный и вот скидки нам на подъемник надо на этот он очень быстро завозит на эту маленькую горку потом ты еще быстрее спускаешься с ними вниз подсыпают снег искусственный потому что хоть этого и много снега но там дует ветра наверху и все сдувает оттуда открывается вид на санкт-петербург вдали которым можно полюбоваться в общем-то особо любоваться там больше не чем вообще все равно такая цивилизованная горка на которую можно ездить вполне если мы еще раза четыре съездим туда то окупим покупку наших лыж которые мы здесь купили но если бы мы их брали в прокат то как раз на четыре раза за пять у нас не получилось та же самая сумма а здесь я вижу что кто-то шел коньковым ходом здесь видимо наши какие-нибудь соседи некоторые катаются на лыжах сейчас я покажу садящиеся солнце вон там она уже в лесу чем хорош еще наш лес хоть он и плохой да весь густой заросший зато вот сейчас мы в нем идем и ветра нету там где-то шумят вершины может посмотреть качается елка но по крайней мере тут внизу тихо и спокойно какие облепленные снегом деревья упавшие в нашем лесу после этой бури мы упали конечно не после этой бури это после бури наверно тоже что-нибудь еще упало вот что я еще тут вычитала что оказывается в той деревне который можно здесь дать и по просеке ветер дует там есть остановка автобусы которые которые ходят в красное село в общем-то раз в час с чем-то так что совсем безнадежно тут мы живем в красном селе до центра города ходит электричка очень регулярно потому что если задастся цели можно стать рано вот так вот пройти по этой просеке дайте до села это будет где-то 40 займет наверно по зиме летом то можно ближе через поле зимой вот так вот так на сесть на автобус где-то чуть больше часа он идет до красного села там сеть на электричку за полчаса добраться до центра города в общем-то это даже не очень дорого это как бы как для тех у кого нет машин тут есть люди с удачники летние которых нет машины они приезжают на транспорте хотя конечно вариантов не так много здесь с таким транспортом и что еще вычитала что кажется наша соседняя деревня гостилица раньше когда-то в древности называлась медвежий угол наверное не случайно и даром тут мы находимся всего там 20 километрах от када 22 все равно или от ломоносова 25 километров или от того же красного села 25 но медвежий угол зато наших дебрях свежий воздух тишина и походе тропинка идет в то село где-то там остановка транспорта в общем совсем уже недалеко на мы туда уже не пойдем тут совсем глубокий снег в общем вот теоретически можно добраться до остановки с которой ходит транспорт а вот наша аллея сейчас мы пойдем уже обратно домой и засекем время сколько же мы будем идти солнце садится уже дойдем до заката от дома до той остановки ну как то так вот такие тут а что состояние а вот это гора снега вот куля для масштаба это он откидывал здесь с этой стоянки наши снег ну чтобы было куда откидывать а накидывал подальше закидал наши посадки кусты с головой еще будет закидывать вон те можно деревца закидывать очень неравномерно как-то сдувает ветер раздувает где вот здесь он сам раздул это ветер не мы чистили ветер расту а на елке он туда надул какое-то такое вот я думаю это буря не последним у нас дискотека новогодние и газовый обогреватель мы все еще и вы испытываем он уже сверх норматива работает 5 час лишний должен был на этом объеме 15 часов проработать а работает уже 20 час экономная и очень теплая штука а вот так выглядит наша дискотека шарики шарики сейчас я еще зажгу дополнительно такое еще тут вокруг окошко